Денис Леонтьев Денис Леонтьев В 2006 году было создано специальное подразделение, в компетенцию которого входит внутриведомственное рассмотрение налоговых споров. Основными задачами подразделений досудебного аудита является организация надлежащего реагирования на допущенные вневедомственные нарушения, выявленные в ходе рассмотрения налоговых споров, и разгрузка судов в части споров с налоговыми органами. Итак, в сегодняшней программе мы рассмотрим порядок обжалования действий налоговых органов. В ходе деятельности налогоплательщики постоянно взаимодействуют с налоговыми органами. На практике часто складываются ситуации, когда на взгляд налогоплательщика нарушаются его права, выносятся неправомерные решения, либо совершаются иные действия налоговых органов, наносящие ущерб налогоплательщику. Александра Салатовна, по каким поводам могут возникать претензии налогоплательщиков к налоговым органам? Спектр вопросов по налоговым спорам, он очень широк на самом деле, начиная от выездных камеральных налоговых проверок, проверок по обнаружениям фактов о налоговых правонарушениях. Это доначисление налогов, выставление требований, аресты счетов, решение о взыскании налогов за счет имущества, решение о взыскании налогов за счет денежных средств, находящихся на тех же счетах налогоплательщиков. Это могут быть отказы в возврате налогов по заявлениям налогоплательщиков. Это могут быть зачеты, которые, по мнению налогоплательщика, налоговый орган произвел неправомерно. Ну и многие-многие вопросы, которые возникают в повседневной жизни при взаимодействии налогового органа с налогоплательщиком. В налоговом кодексе Российской Федерации закреплено право налогоплательщиков обжаловать в установленном порядке акты налоговых органов и действия или бездействия их должностных лиц. Александра Салатовна, давайте начнем по порядку. Налогоплательщик получил на руки решение налогового органа. Он с этим не согласен. Каков порядок обжалования? Куда налогоплательщик может направиться и пожаловаться? Ну, вообще, досудебное регулирование налоговых споров в Российской Федерации сейчас существует на двух основных стадиях. Вообще, он может пожаловаться налогоплательщик еще до вынесения решения, на самом деле. Получив акт проверки, он может обратиться в налоговый орган, который проводил эту проверку, представив туда свои возражения в течение месяца с момента получения акта. Эти возражения рассматриваются, как уже было сказано, налоговым органом вместе со всеми материалами проверки и по результатам выносится решение. Если это решение также налогоплательщик считает не совсем правильным, данное решение он может обжаловать на сегодняшний день в досудебном порядке высшестоящий налоговый орган, в нашем случае это управление Федеральной налоговой службы по республике Татарстан, и в дальнейшем уже обратиться с жалобой, вернее, с иском в суд после получения решения по жалобе. Это касается решений на сегодняшний день по выездным и камеральным налоговым проверкам. Александр Салаватович, с 1 января 2014 года суд не будет рассматривать никаких жалоб от налогоплательщиков, если данная претензия не рассмотрена в вышестоящем налоговом органе. Какова цель такого нововведения? Действительно, в середине текущего года был принят закон, согласно которому с 1 января 2014 года все, без исключения налоговые споры, будут рассмотрены судом только после прохождения обязательного досудебного порядка их рассмотрения. Основная цель введения обязательного досудебного порядка рассмотрения налоговых споров заключается в разрешении споров максимально возможно внутри системы. То есть, если какой-то спор возникает и если действительно есть моменты, которые нужно отрегулировать, лучше это отрегулировать вышестоящим налоговым органом, не доводя спора, если он действительно спорный, и, ну как сказать, если налогоплательщик прав в данном случае, не доводя этот спор до суда. То есть, взаимодействие между налоговым органом и налогоплательщиком будет теснее тут? Да, да, в данном случае да, чтобы налогоплательщик не шел сразу с какой-то претензией в суд, а сначала разрешил все эти споры в досудебном порядке у вышестоящего налогового органа. Это и для него будет и быстрее по срокам, да, то есть получается? Это будет не только быстрее по срокам, тут преимущества есть и определенные, скажем, финансовые, поскольку жалобы у нас без госпошлины, в отличие от исков в суде, рассматриваются. Ну да, а рядовому предпринимателю тратится на юриста, все это достаточно затратно. И юрист, и госпошлина, как я уже сказала. Все это хлопотное дело такое достаточно. Да, второй момент, это сроки, конечно же, срок рассмотрения у нас более сжат в досудебном порядке, нежели в суде, в суде это могут и месяцы, и полгода, и до года рассматриваются споры. А вот какие сроки? У нас месяц, месяц для рассмотрения жалоб на решение по контрольным мероприятиям, это по выездным и камеральным проверкам, и 15 дней для всех остальных жалоб. Это действия, бездействия, иные решения, требования, то есть все остальные документы. Но 15 рабочих дней. Да, что если налоговый орган не уложился в сроки рассмотрения жалобы? Ну, такое, в принципе, не должно быть, поскольку сроки закреплены. Более того, в кодексе существует возможность, если высшестоящий налоговый орган чувствует, что не укладывается, что нужно еще что-то, какие-то документы запросить, нужно еще что-то посмотреть, существует возможность продления сроков. Месяц по жалобам, которые на решение, как я уже говорила, по выездным и камеральным, и плюс 15 дней еще по тем жалобам, которые тоже 15 дней рассматриваются. То есть 15 плюс 15. Возможность продления есть сроков. Но если даже высшестоящий налоговый орган не вынесет решение в срок, то в кодексе закреплена такая норма, что по окончании вот этого срока налогоплательщик может уже обратиться в суд, и досудебный порядок будет считаться соблюденным, даже если нет решения высшестоящего налогового органа. Это новая норма, которая с августа 2013 года введена в налоговый кодекс. Практика урегулирования налоговых споров как отдельной формы взаимоотношений налогоплательщика и государства существует и в других странах. В Соединенных Штатах Америки 95% дел об обжаловании решений налоговых органов рассматривает налоговый суд, учрежденный еще в 1924 году. Он находится в Вашингтоне, но для скорейшего рассмотрения налоговых споров и удобства налогоплательщиков, суди налогового суда перемещаются по всей территории страны, то есть осуществляют так называемое выездное правосудие. Во Франции используется механизм обязательного предварительного обжалования решения налогового органа в административном порядке. Рассмотрение налоговых споров отнесено к компетенции судов общей юрисдикции и административных судов. Практика рассмотрения исков тяготеет к административным процедурам. В Китае все налоги и сборы делятся на центральные, общегосударственные, местные, то есть налоги провинций, автономных районов и городов центрального подчинения, и совместные, то есть налоги, которые распределяются между государственным и местным бюджетом. В зависимости от того, является ли налог центральным или местным, все споры, касающиеся его, относятся к компетенции управления по центральным налогам или управлений по местным налогам соответственно. Вопросами и спорами по совместным налогам в большинстве случаев занимается управление по центральным налогам. Процедура обжалования. В какой срок и каким образом налогоплательщик может подать жалобу? Сроки по жалобам разные. Решения по выездным и камеральным налоговым проверкам, они могут быть обжалованы в апелляционном порядке до вступления в силу. В силу вступают они в течение месяца с момента получения решения. То есть получив решение, налогоплательщик в течение месяца может подать апелляционную жалобу. Все иные жалобы подаются в течение года с момента, когда налогоплательщик узнал о нарушении своих прав, либо должен был узнать. А чем апелляционная жалоба отличается от неапелляционной? Апелляционная жалоба, как я уже говорила, может быть подана только на решение по результатам выездных и камеральных налоговых проверок. Все остальные решения, это решение о привлечении к ответственности за несовременное сообщение, например, об открытии счета, есть у нас такой штраф, предусмотрен налоговым кодексом, за несовременную постановку на учет, тоже есть такой, за несовременное представление документов по требованию налогового органа, это тоже вносится решение и начисляются штрафы. Эти решения могут быть обжалованы, вернее, не могут быть обжалованы в апелляционном порядке, они обжалуются в обычном порядке, так называемом, обычная жалоба подается, и подается она, как я уже тоже говорила, в течение года, с момента, когда плательщик узнал о нарушении своих прав. К таким жалобам также относятся жалобы на все действия бездействия, это отказ в принятии декларации, допустим, как вариант, отказ в осуществлении возврата, как я уже говорила, налога, излишнеуплаченного требования об уплате налога. Александра Салаватова, а куда именно подается жалоба? Ну вот это существенный момент, опять-таки с августа 2013 года введен новый порядок, все жалобы подаются в тот орган, чьи решения действия бездействия обжалуются. То есть не непосредственно вышестоящий налоговый орган в управлении, а именно в ту инспекцию, чьи действия обжалуются, как он считает, что его права нарушены его действиями. То есть именно в эту инспекцию. А уже налоговый орган, в соответствии с нормами налогового кодекса, в течение трех дней обязан перенаправить жалобу со всеми документами, имеющимися по существу вопроса, вышестоящий налоговый орган. По каким причинам налоговый орган может отказать в рассмотрении жалобы? То есть по своим каким-то объективным причинам? Отказать. Есть перечень обстоятельств, по которым вышестоящий налоговый орган может оставить жалобу без рассмотрения. Это первое, если она не подписана лицом подающим жалобу, либо подписана представителем, но его полномочия не подтверждены, то есть доверенность не приложена. Второе, это если истекли сроки для обжалования и налогоплательщикам при этом не подано ходатайство о восстановлении сроков, либо в таком ходатайстве отказано. Третье, если до рассмотрения жалобы поступил отказ от заявителя жалобы от своих претензий. И четвертое, если уже к моменту получения жалобы такая же жалоба по таким же основаниям была рассмотрена вышестоящим налоговым органом. Напомню, тема сегодняшней передачи досудебное урегулирование налоговых споров, ну а мы продолжим после рекламы.